В борьбе за тишину до применения холодного оружия дошел житель Дзержинска. Одного человека он порезал мачете, другого под угрозой ножа заставил прыгать из окна третьего этажа. Два молодых человека были наняны хозяином квартиры, чтобы делать в квартире ремонт. Начали работать днем, в рабочее время отбивали штукатурку. Дверь была приоткрыта и в эту дверь и вошел сосед с большим ножом. Я вставляю левую руку и я прям лезвие ему, бьет по пальцу. Прошло почти до кости. Это тесак, лезвие в воду, но оно изогнутое. А тот человек, который зашел к нам, видит то, что я нахожусь на кухне, едет на меня с ножом и говорит, прыгай мне. То есть на него летит мужик с ножом, у него выбор. Ну, либо его непонятно куда пырнут этим ножом, ну, либо сегать в окно. Я посмотрел в линдак высоко, хоть и боюсь высоты, но решил попробовать. Спасали свою жизнь? Да, конечно. Как, когда на тебя идет человек с большим ножом? Я прыгаю, хотел зацепиться за балкон, потом у меня сосказывают руки, я падаю на землю с третьего этажа. Нацелился на боковину балкона, перепрыгнуть. Он руками зацепился, но поскольку руки уставшие забитые мышцы, он соскользнул и полетел. Веткий облом, потому что он слетел как раз-таки за балкон, не нацепился и прямо на них приземлился. То есть вот он как летел, и вот, все счасов. Упал он спиной. Мы их встретили, он мне посмотрел, но это живой мертвец. Это бледное лицо такое и синие губы. Перелом таза. Какая-то у меня здесь стоит трубка для проверки внутреннего кровотечения. Также нарушение движения руки, ну, уши просто. И все это по бреду клетки, то, что пришло к роду. Он был в околгольном опьянении. И по словам его же супруги, они уже два дня празднуют Пасху. И они выпивали. Такое ощущение, что у человека биполярка. То он там всех на чем свет стоит, то извините, пожалуйста, простите, я весь такой белый пушистый. Причем вот прям перепады вот такие. Позвонили в полицию, приехал УАЗик, забрали данного персонажа. Нас посадили, повезли в первый раз. Когда нападавшего с ножом Романа Печенкина забрали в полицию, его жена пошла в магазин. Встретили мы ее на обратном пути, когда она возвращалась с покупками. Скажите, пожалуйста, почему ваш супруг напал на ребят, который был до него в квартире? Без инвентария. Ну, объясните, как мне лезть свою супругу? Он с мачеля пришел и на полную ладу где? Кто? Я не сказал, что с мачеля. А с чем? Просто приехали и домят. У меня давление высокое, я инвалид. Муж мой тоже инвалид. Или военный инвалид. Человек воевал. Вы вообще в курсе, что он инвалид по войне? У него ноги разбиты, позвоночник сломан. О чем он воевал? Скоты! Сам Роман Печенкин в полиции пробыл недолго. И это несмотря на то, что он не только с ножом бросался на людей и покалечил двух человек, но даже оказывал сопротивление полиции. За оказание неповиновения полицейским при пресечении его противоправных действий на него составлен административный протокол по части 1 статьи 19.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Судом ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей. По факту причинения телесных повреждений проводится проверка. Пока будет проводиться проверка, его отпустят домой или он задержан на какое-то время, что с ним? Отпустят его. Отпустят. Сегодня же, да? Да, он уже отпущен. Почему его отпустили? Он ведь может вскрыться, еще на кого-то напасть. Дополнительные вопросы можете задать в пресс-службу главного управления ВВД России в Нижегородской области. В общем, пресс-служба полиции нас послала в пресс-службу полиции, и мы написали запрос в пресс-службу полиции. В пресс-службе ГУВД Нижегородской области сообщили, что оснований для задержания Романа Печенкина нет. Роман Печенкин вместе с своей супругой, по всей видимости, сейчас находится дома. Дома общаются они теперь только из-за закрытой двери. Вам что надо, я не пойму? Здравствуйте, а Романа можно? Мы хотели бы с ним поговорить. Что вы говорите? Разговаривайте сами с собой. Кстати, ремонт, как и хотела Чита Печенкиных, прерван. Оба работника лишены трудоспособности. У одного прорублена рука до кости, у другого перелом таза и возможные внутренние повреждения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова